Ну, как видим, наша скорая взяла правильный курс, во многом ориентируясь на зарубежную практику. Что мы уже переняли, а какой опыт можно было бы взять на вооружение? Все нюансы адаптации у моих коллег. Безусловно, служба скорой помощи является важнейшим медицинским звеном. Сегодня во всем мире выделяют три основных типа подобных служб. Американо-британская модель, европейская и российская модели. В каждой есть сильные и слабые стороны. Первый тип американо-британский распространен во многих англоговорящих странах – Ирландии, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Японии. Здесь в бригадах нет врачей, на вызовы ездят пары медики. В отличие от российских фельдшеров, они не имеют права ставить диагнозы и учатся в среднем 6 месяцев, в то время как фельдшеров обучают около 4 лет. Кроме того, при такой модели на вызовы могут ездить волонтеры, окончившие специальные курсы. Основная цель этих служб – оказать минимальную помощь и как можно быстрее доставить пациента в госпиталь. Пара медики практически не принимают самостоятельных решений, действуя по четко отработанным алгоритмам. Один из них называется «Хватай и беги». Из названия понятно, что транспортировка медучреждения должна быть очень быстрой. На время в пути отводится не более 15 минут. Европейская модель еще называется франко-германской. Ей пользуются также и в Израиле. В этой модели есть бригады как врачей, так и пары медиков. Какая именно бригада отправится на вызов, решаясь диспетчер, принимающий звонки. Задачи у бригад разные. Пара медики, как и в предыдущей модели, практически не оказывают помощи, а всего лишь доставляют до больницы. Врачебные же бригады обеспечивают квалифицированную медицинскую помощь. В Израиле есть три вида бригад скорой помощи. Реаниматологическая – в них входит врач, пара медик и водитель. Штатная – в этом случае к пациентам отправляются фельдшер, пара медик и водитель. И волонтерская – с водителем и помощником, окончившим специальные курсы. Российская модель может считаться одной из разновидностей европейской модели. Правда, значительно ушедшей вперед. Волонтеров и пара медиков у нас нет. Какая бригада приедет на вызов, решает диспетчер, основываясь на сложности каждого конкретного случая. Разумеется, уровень оказания первой медицинской помощи зависит от развитости страны. Где-то неотложку ждут часами, где-то бригада приезжает в течение 15 минут. Кстати, Россия в этом рейтинге находится далеко не на последнем месте.